привет всем напоминаю что розыгрыш призов еще продолжается и каждого из вас есть возможность получить абсолютно бесплатно либо лоджики и лоджики остались 3 синих и 2 черных пишите в комментариях какой цвет вам нужен несколько комментариев чем больше комментариев тем больше шансов выиграть либо лоджик либо джул джул остался 2 красных 4 черных и 2 серебристых пишите какие вам нужны и у вас есть прекрасная возможность выиграть абсолютно бесплатно либо лоджик либо джул ну а мы переходим к основной части нашего видео мы с вами будем заправлять сразу несколько картриджев от джул потому что очень часто прям стали писать что что-то не получается у кого-то непонятно по каким причинам то есть никаких сложностей лично у меня не было единственное что я всегда рекомендую не доводите чтобы жидкость полностью заканчивалась потому что есть вероятность того что ватка сама она пересохнет вот она снизу и соответственно вам придется потом либо менять ватку либо наслаждаться гариком который которого вы отловите и так чтобы для того чтобы залить сюда жижу в этот картридж бачок не знаю капсулу называйте его как хотите нужно первым делом снять вот этот черный колпачок я уже снимаю его ногтем то есть уже приноровился можно поддевать отверточкой ножиком но будьте очень аккуратно главное не пораньтесь далее открываем желательно заливать ту же самую жижу как которую у вас здесь есть я например понюхал я понимаю что у меня здесь солевая жижа печь манго солевым никотином и заливаю также очень часто спрашивают можно ли заливать обычную жижу не солевую без никотина можно можно заливать все что хотите также концентрация 50 на 50 60 на 40 70 на 30 в принципе можно заливать любую из них также хочу напомнить что иногда у меня я лично сам сталкивался с этим что заливаешь какую-то жижу и сама жижа в картриджа не она начинает темнеть то есть обретает такой чайный цвет коричневый нефтяной как как угодно так и называйте это связано непосредственно со самой жидкостью а если быть более точнее то это связано с этими ароматизаторами которые были добавлены поэтому это не ваша вина я лично такой же же сразу стараюсь отказаться как только она закончена заканчивается я больше такой не покупаю на моей практике уже две жижи были абсолютно такие непонятно почему на определенные не так понимаю что вкусовые ароматизаторы они почему-то подводил под воздействием света может быть или температура она темнеет следующим образом мы достаем вот эти ватки обязательно прокладки их нужно просушить они очень очень нужны и в них большой плюс к сожалению непосредственно в лоджик компакт такого нет но в джул они есть вот мы их помещаем аккуратно высушиваем если сейчас посмотреть на салфетки вы увидите что на салфетках появились такие масляные пятна то есть они жижа как никак она все равно впитывается вот в эти промокашки далее перед тем как защелкнуть нужно взять опять таки салфеточку и вот через это отверстие продуть вижу чтобы она оттуда вытекла этой же иногда бывает много иногда мало но в любом случае рекомендую это делать и так вот одна у нас сразу готова и мы сейчас с вами попробуем как она получилась вот это пустой мы сейчас будет вы ее будем заполнять а это мы сейчас проверим и так до щелчка обязательно видим что моргает чтобы проверить уровень заряда два раза щелкнули зеленые значит полный заряд желтый средний заряд если красные значит нужно заряжать чтобы проверить то что у вас оригинал или не оригинал нужно затянуться и вот таким образом помотать рукой сейчас вы это сами видите только после затяжки это можно делать а то там иногда пишут что у меня не получается потом выясняется что они неправильно сделали затянуться и сразу нужно помотать в разные стороны итак мы видим что у нас один джул готов полностью теперь что касается если вам нужно заменить например здесь вот видим она во первых чуть-чуть потемнело то нужно хорошенько ее встряхнуть во первых во вторых перед заправкой лучше все таки заправлять именно той жижей которая здесь была ну в данном случае я сейчас попытаюсь понять какая из них какая вставляю вторую так я уже понял какая у меня в какую жижу капсулу картридж нужно заливать какую жижу достаю также колпачок в принципе так как я буду доливать они новую заливать то в принципе я могу не стряхивать вот эту жижу просто доливаю сюда еще жиже и видите что это занимает буквально несколько секунд сразу нажимаю чуть-чуть не нужно никакие шприцы с иголками выкачивать воздух это все ерунда просто вставили и все главное сейчас нужно также продуть вот через это отверстие все продули теперь что следующее конечно же нужно достать вот эти прокладки и просушить посмотрите какие они черные это значит та жижа которая темнеет как раз хорошенько просушиваем просушили и отправляем на свое место вот в этой крышечке отправили вторую просушили хорошенько и отправили на свое исконно родное место которое предусмотрено заводом изготовителем далее просто втыкаем колпачок на место и так у нас второй тоже готов теперь переходим к третьему то есть вы видите что можно сразу закупить несколько картриджей и менять я не знаю раз в два-три дня у нас остался последний картридж который нужно заполнить также открываем крышечку вы уже помните все манипуляции последовательность этих действий хорошенько вытерли этот резиновый колпачок так как я заливают такую же жижу которая там было поэтому ничего оттуда выливать не буду просто доливаю эту жижу долили чуть-чуть придавили вставили и отпустили все далее нужно хорошенько продучить за это отверстие мы видим что действительно оттуда выходит вот это жижа следующий прием это достаем вот эти прокладочки ватные тампоны и хорошенько просушиваем никаких сложных манипуляций просто хорошенько на них надавливаем и мы видим что от них остаются такие жирные пятна и они оказываются абсолютно белые что говорит о том что они сухие все вот эти вот эта последовательность определенная после того как вы уже запомните какие действия набьете руку то это будет занимать у вас не более не знаю 5 минут максимум вот у нас видео 9 минут и мы сделали сразу залили 3 картриджа то есть 3 минуты на каждый картридж это с учетом того что я вам демонстрирую снимаю видео то есть ну две минуты максимум на 1 1 картридж ничего сложного не абсолютно никаких сложностей что касается самих вот непосредственно девайсов джул они в принципе нормальные но качество обслуживания сервис ужасные честно говорят у меня уже сгорело два джула и по гарантии они обязаны в течение года вернуть я рекомендую никогда когда вы купили чек коробку не выкидывайте потому что они без этого вообще не возвращают даже у меня есть и чек и коробка тем не менее они не возвращают это какой-то беспредел очень хочется надеяться что роскомнадзор они свяжутся с ними потому что это просто произвол они не выполняют свои прямые обязанности они должны возвращать обменивать по гарантии сервис ужасный но джул в принципе нормальный в данном случае сервис у лоджика в тысячи раз лучше это действительно так но в лоджике есть свой минус там течь значительно больше чем в лоджике больше чем в джул но сервис упаковка в лоджик компакт значительно лучше то есть тут честно говоря вообще как бы получается с одной стороны плюсы в джул в другой стороны у лоджик и непонятно какой брать какой не брать ну конечно там кому-то нравится пар пара больше например в лоджике сам картридж больше как бы есть определенные плюсы но есть и плюсы в лоджике поэтому если детально вы хотите для себя определиться что вам больше нравится лоджик или джул джул или лоджик или может быть что-то другое обязательно посмотрите наше видео на нашем канале очень много обзоров сравнений мы уже проводили если есть какие-то моменты нюансы о которых мы не говорили в своих минусах напишите в комментариях во первых мы обязательно прочитаем и снимем новое видео и во вторых у вас будет шанс больше шансов выиграть получить абсолютно бесплатно лоджики или джул и напомню что уже семь девайсов мы отправили ну как бы пока не знаем озвучивать можно или нельзя потому что там один нам написал что большая просьба не озвучивать его фамилия имя отчество как бы не знаю но во всяком случае победители есть и у вас есть прекрасный шанс получить абсолютно бесплатно эту подсистему главное главное условие чтобы вам было больше двадцати одного года главное чтобы вы не начинали курить парить начинать не нужно бросить будет гораздо сложнее это можно использовать только для того чтобы отказаться полностью от традиционного табака курение которое значительно вреднее лично я например курил по две пачки сигарет в день только благодаря вот этим игрушкам под системам я смог отказаться обычно от обычных сигарет и сейчас я пользуюсь вот этими подсистемами и очень надеюсь что в ближайшем будущем я полностью смогу отказаться полностью от всех вредных привычек чего я и вам советую пишите несколько комментариев делитесь этим видео в социальных сетях но конечно же подписывайтесь на канал всего доброго пока пока